Ну, отлично, пока тут презентацию открывают. Меня зовут Дорофей, я из Минска. Кто знает, где Минск? Хорошо, уже хорошо. Я вижу, что не все знают, где Минск. Вы из каких городов здесь? Москва, Иннополис, Екатеринбург. Отлично. Как вы сюда пришли? Потому что, я не знаю, меня и я позвал. Мама сказала не. Мама сказала? Отлично, отлично. Вот все в школе украшками занимались? Да. Вот. А контурные карты красили? Пять лет классической картографии с красками в луках. Ну, я тогда попрошу вас покинуть на решение, потому что это будет все неправда. Возможно, это будет заставлять страдания. Чуть не претенок, а трофея не гидаться. Да. Кто знает, что такое OpenStreetMap? Кто участвует в OpenStreetMap? Кто слышал это слово не только сегодня? Хорошо. Какие карты на базе OpenStreetMap вы видели? MapSme. MapSme. Какой? MapSme. Ну, допустим. Я не видел. Ну, хорошо. В общем, есть какая проблема. Варгейм. Да, варгейм. Там тоже что-то есть на Иванте. Вся проблема с картой, она какая? OpenStreetMap это электронный слой. Это просто такая штуковина, в которой, ну, это пикселька большая, в которой написано куча координат и какие-то буквы. Ну, которые говорят о том, что здесь написано. Цветов там почти нет. Ну, там, в каких-то редких случаях, там, цвет линии метро размечен, и то его приходится переводить в нормальный цвет, как там уже показывали сегодня. И вот есть целая проблема. Кто-нибудь, вот классическая картография, я слышал, кто дизайном карт занимается. Вот, есть люди. Вот, вот, вот. В чем проблема? Проблема, собственно, подобрать цвета. И каким-то образом разложить эту карту так, чтобы, кроме того, что это были нормальные цвета, там были нормальные надписи, нормальные иконки. Нервизация. Да, нервизация. В общем, если вам, если вы никогда не занимались этим и не хотите этим заниматься, но вам вдруг понадобилась карта нужного цвета, компания Мопокс сделала идеальное решение для вас. Просто берете фотографию с нужными вами, с нужными вам цветами, и автоматом генерит карту эти цвета. В общем, на этом все можно расходиться. Вот, потому что дальше будет про то, когда вам все-таки не понравились цвета, и вот кроме того, что вам, ну, в принципе, фотография цвета, вот это уходит. Но, ну, хотелось бы, наверное, я расскажу про такой известный мод CSS. Кто-нибудь с верткой занимается CSS? Кто-нибудь с верткой занимается, CSS знает? Кто-нибудь понимает, в каком порядке накладываются селекторы в мод CSS? Или, ну, там, ну, там, вот, что-нибудь видел, там, восклицательный знак important, пользовался, там, вот. Вот, конечно, никто не понимает, как работает мод CSS. Как работает мод CSS тоже мало кто понимает, но... Что-то расскажу. Про историю, собственно. Про историю создания. Вам интереснее про технологию или про историю? Про историю. Хорошо. Если что, вы останавливаетесь и спрашиваете. Вот. 2009 год. Кто помнит, как вывел область в 2009 году? Вот так. Ну, там все было кроваво-красное. Ту, такое, терпично-красное. Много чего не было нарисовано. Ну, а в остальном, в общем-то, довольно похоже, наверное, на сейчас. То есть поменять красный на серый и получишь 402. Google Maps. Собственно, вот про классическую картографию, вот эту стадию, там должно быть больно. Больно будет сейчас, в конце года, в 2018. Ну, там тоже будет больно, да. Тут много чего больно. Просто это особо больно, потому что это уже известно, как это было починено. То есть, вот 2009 год. Мост, выходящий... Тунель, выходящий просто в Сегетину города. А петенка емочкой так, что он ничем не соединяется. Вот. Потом что-то поправили, потом еще что-то поправили, потвикали. И, в общем-то, оно потихонечку становится лучше, лучше, лучше. Но какие-то такие вот вещи, их часто просто не замечают, потому что нас были линии, и мы их раскрасили. Вы нам сказали, что нужна желтенькая карта. Вот мы сделали желтенькую карту. Вообще-то это желтенькая карта и та желтенькая карта. Но есть нюансы. В следующем году, на этом стиле карты выглядели вот так. Слт. Мапник. Нет, это чисто мапник, да. Это XML-ка от мапника, причем от дефолтного мапника, который почему-то под виндой была снята. То есть видно, слышим, униксовые, там, файли какие-то новые. Просто, чтобы нарисовать одну иконку, в которой есть имение дебанк, и нужно взять все из вот этого файла, там нужно написать пять строчек, и там еще в конце 15. Ну, не очень удобно, скажем так. Но уже функционально, уже можно сделать. То есть, в принципе, особо упорные люди могут сделать, наверное, вот это. Что они сделали, и большое спасибо. Да, большое им спасибо за это. Все вручную, все неповторимо. Если ты пытаешься как-то это поменять, ну, тебе придется сначала найти, где же этот цвет все-таки использовать, и какой же там именно цвет, с какой прозрачностью. Потому что довольно частая практика была взять у лаппикер, и взять его цвет, и поискать его в СБ, и посмотреть, где же этот цвет встречается. И до эпоха была прозрачность. Все, этот цвет не найдешь никогда. На скольких масштабах. Да, ну и на скольких масштабах тоже. В 2010 году я познакомился с компанией Scanners. Тут присутствуют люди, которые вспомнили меня, может быть. Там была тоже карта нарисованная маппник. Эта карта была сделана, в общем-то, изданная биоцентра консалтинга. Там можно было заметить много всяких интересных нюансов. В те времена маппник только учился правильно располагать подписи той линии. В те времена... Ну, в общем-то, развязки были вполне хороши. То есть можно видеть, что они правильно втыкаются друг в друга. Там даже мосты просматривались. Но конкретно в тот год так получилось, что мне захотелось тоже заниматься рендерингом. Сделать это причеловечнее. И вот был сделан такой проект «Котик». Как назвать что-то? Или это «Котик»? Это был супер экспериментальный движок. Ну, в плане, он никогда не планировался к использованию в продакшене. Там хотелось чего-то поотваживать, проверить, какие-то гипотезы. Он был на питоне, на GTK, на крейлера. Он брал текстовые файлики и из них рисовал карту. Так, как было написано в каком-то стиле. Умел он довольно много всяких интересных штук. То есть, там, взять и разрисовать полосы на дороге. Ну, то есть, понятно, что тут цвета все выбраны колорбитером из фотографий. Никогда не выбирайте цвета колорбитером из фотографий. Там есть только матбокс автоматически. Тут можно увидеть какие-то ступеньки в подземных переходах. Какие-то подписи. Пробелы у меня тогда не получились. Там все подчеркиваниями делалось. Ну, экспериментальная штука. Ну, зато там всякие экспериментные штучки рисовались. Ну, работает. Тут, кстати, текстура точно совпадала с тем, что было на самом деле в том месте. Плиточка вот именно этой форме. Скамейка со скинкой, кстати. Аминьити-бенч. Бкрс-пьес. В OpenScript можно рисовать со скинкой. Ну, если ты хочешь, чтобы у нее была какая-то ориентация, то ими. Да. Как-то так это выразило. Основная фишка, кстати, была в том, что стиль, которым преобразовалась вот такая штука, он был не тысяча строк, а это были ну десятки строк. То есть просто написано, что линии такого-то класса, такой-то ширины, такой-то ширины в реальных метрах. Поэтому из-за дороги можно видеть, что они почти совпадают с своей шириной, своей десятициейной шириной почти встык. И им нужен был какой-то язык, чтобы это все описывать. В тот момент нарастался, ну, появлялся редактор Подлача. Второй версии, второй инкарнации. Не застал Подлач, фоспас-креба. Вот. Писал его Ричард Фернферст. И он же придумал язык, что давайте мы будем вот эту карту, которую мы везем в SVG, ну, сделаем что-то похожее на CSS и позволим ему писать, как нужно преобразовывать каждую из вот OSM, XML и SVG. На том, что XSLT писать, как показал опыт, это плохая практика. Это технический нюанс, собственно. Как это работает? В этом языке вы говорите, что я хочу рисовать любой way, у которого есть тег highway равной primary, каким-то образом. Я могу, ну, то есть это селектор, обычный CSS на селектор. Вы хотите сказать, какой объект вы хотите рисовать. Я хочу нарисовать вот такой тег. Я хочу смачить его там bg-expo. Я хочу поискать тег, у которого есть highway-тег или нету слова тега highway. Я хочу найти что-то с населением меньше 5000 или больше 5000. Это очень важно на верхних обзорных масштабах. Тут немножко понятно или скучно? Спите? Нормально. Нормально. Что? Это карта CSS, да? Карта CSS будет вспомянута, да. И, соответственно, вот, что помню, там были космоснимки. Вот, если съесть первую букву K, то остаются космоснимки. В 15 строчек был написан стиль, да, собственно, котик первой инкарнации, который делал что-то довольно похожее на то, что было на космоснике RUN. Оно, конечно, сильно отличалось там нюансом в деталях, но по духу соответствовало. В этот же год, в этот же год компания Mockbox, начиная свое существование, выпустила такую штуку, как Tarnew. Кто работал с Tarnew? О, ну вы знаете, что такое CSS, что я вам про CSS рассказываю. Там другой CSS. Там карта CSS, собственно. В чем отличие? Есть классический диск и есть обычный OpenStreetMap. В классическом диск есть слои. И в карте CSS это как-то отражено. То есть там есть слои, из которых можно выбрать какие-то данные, и они в этом порядке и рендерятся. В Map CSS, он создан, он пришел из мира OpenStreetMap. Там нет слоев. Там есть только куча данных и селекторы, которые говорят, из этих данных инкреди мне вот таких данных, и я их буду рисовать вот так. Соответственно, не было никаких стандартов, не было никаких стандартов, не было никаких стандартов. В один год появилось 20 CSS. Оба для описания карт, оба конкурирующие между собой. Одним занимается одна большая компания, а вторым в одно распределенное комьюнити. 2011 год. Очень надо было вот это все запихать в продакшн. То есть вот это вот всем понравилось, решили, давайте сделаем такой же стиль. Впили на космоснимке.ru OpenStreetMap. И чтобы впилить на космоснимке.ru OpenStreetMap нельзя было взять экспериментальный движок, самасштабировать адекватно эти объемы. Пришлось взять стандартный маппник, который умел, ну на который были все полчейны, на который был уже отвален. Единственное, что нужно было с ними сделать, стиль. А стиль, в общем-то, хорошо описался на WebCSS. Был написан конвертер на базе того же самого парсера. Ну, откуда-то был оторван парсер на WebCSS. К нему был приделан вывод этого всего в магнитовский XML. И вот в обычный стэк оно и входило. И в обычный стэк рендеринга тайлов его вполне себе ел. И вот там можно видеть на GitHub, в репозиториях, все же OpenStreetMap, есть прям вот стиль, который делает космосниковские карты. Там можно заметить, что, например, с 17-го зума до конца, ну да сколько там получится, нужно рисовать точки, на которых есть текст, что она и вход, у которых есть указанный номер подъезда. Нужно нарисовать текстовую подпись, в которой будет написан номер подъезда. Сдвинуть ее на 7 пикселей. Седьмым шрифтом сдвинуть влево. Если там рядышком есть еще какая-то надпись, ну, пускай она будет, прям встык, нас это устраивает. Шрифтом вот таким и обвести одной пиксельной обводочкой. Ну и вот в таком стиле, условно, вот одна строчка, ну, тут как бы получается три, ну, это просто за счет того, что там слайдил, рассказывает нам о том, как нужно рисовать цельный объект на карте. Там же есть индексы, которые рассказывают, в каком порядке их нужны все. Заборы, лестницы, ну, все-все-все, все, что хочется. В чем прикол? Там в тот момент был один сервер, который это все рендерил. С ним все было хорошо, у него стояла суперновая SSD-шка, но по тем временам. Только в один день она взялась берега. Ну, как обычно бывает, типа, она была одна, никакой SSD не было, ничего не было, ну, как-то сервис нужно было сделать так, чтобы он жил, потому что в Winchester-то есть. Рядышко. Ну, пока нет сервера, есть клиент. Запомните, если у вас вдруг где-то вскрыл сервер, говорится, что, не знаю, хорошая идеология была в МОМСМИ и МОМСМИ. Сервера нет, мы все делаем на клиенте. Вот, сервера нет, есть клиент. Давайте просто будем это все делать не на сервере, а в браузере. В принципе, можем доставить туда вектор? Можем. Ну, оказалось, что нарисовать эндреа, который, ну, в тот момент только начинались, начиналась хорошая поддержка векторами, растровой графики в браузерах, камус появился. Вот на камусе это все было сделано, и получилось так, что оно было почти пиксельно соответствовало тому, что рисовал мамник. Ну, стиль-то один, алгоритм один. Ты рисуешь те же самые линии, теми же самыми цветами, получаешь ту же самую картинку. Ну, там, плюс-минус по качеству цифровления. Казалось, этим надо пользоваться, этим людям понравилось. Причем, прикол в чем, можно было брать те же самые данные и на них натянуть другой стиль. К этому всему были изобретены векторные таймы. Волго Агрофонтин, который сейчас в мобоксе, который потом сделал, участвовал в мобоксе всех ядерных тайм, тоже как бы там все посмотрел. Он помогал с дживоскриптом на этом всем деле. Прикол в том, что это все на сервере хорошо генерализовывалось, и вот эта штука вся, просто вот, на этом, район Вильнюса со всеми лесами занимал 6 килобайт. В том, что это были, ну, все леса, которые там есть, это не выкинутые леса, это реально нормальные генерализованные леса. К которым были применимы все те селекторы, которые были написаны в стиле. То есть у тебя написан стиль, ты знаешь, что тебе нужно рисовать лес, знаешь, что его нужно рисовать зеленым пятном без охотки. Раз там нет охотки, значит, можно так его генерализовать. Будет охотка по-другому. В чем проблема была? Котик — это суперэкспериментальная штука. И вот она была в первой инкармации суперэкспериментальной, и в джейсовской инкармации это была суперэкспериментальная штука. Почему? Потому что Канус только появился. Он появился, и его стали все допиливать, допиливать и допиливать. Первое, что допилили, его сильно ускорили. Потеряв сглаживание. Когда вы потеряли сглаживание и попытались нарисовать карту, вдруг оказывается, что карты такие... Ну, вдруг все тонкие линии просто взяли и поисчезали. Тринадцатый хром. Какой сейчас? Шестьдесят? 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 Шестьдесят. Ну, в общем, это был тримат. Там же... Продолжение. Ну, можно заметить, там вот цифер есть. Сотни миллисекунд. Сотни миллисекунд — это очень хорошо, но картинка не очень. Прозрачность пропала. Просто тексты стали непрозрачными все. Потом они стали впиливать туда поддержку ГПУ, акселерации, нарезки этого всего на треугольнике, как мы можем видеть. Тут хорошо, они на треугольнике. Правда, они не совсем те, которые там нужны были. Да, ну, собственно, там как бы есть оптимизация в хостике о том, что если вдруг есть линия одного цвета, то его нужно рисовать одной линией, просто в какой-то момент выключать эту линию. Ну, и вот, собственно, он соединяет. Троники закончились, нужно прыгнуть в следующее начало этой линии. Потом оказалось, что если начать поворачивать надпись, ну, все же улицы нужно вдоль улицы повернуть. В общем, если вы когда-нибудь будете писать графический движок, сразу же, сразу же отключайте хинтинг. Потому что хинтинг, он занят тем, что он притягивает ваш текст к ближайшим пикселям. Ну, к тем пикселям, которым сказано в хинтах. Вот тут влево, тут вправо. Так вот, если влево-вправо рендерить на повернутой поверхности, то влево-вправо он начинает значить другие вещи, и вот лучше так не делать. Просто, ну, вот это вот все нарисовано с поворотом в один градус, и внезапно там жирные буквы становятся нежирными, и наоборот. В общем, короче, проект удался, мне кажется. Мне кажется, он реально удался, потому что мы зарепортили 15 багов в браузеры, их все починили. Ну, починили три, а со стылями сделали что-то, ну, типа, ну, типа, вот, сделали так, что они стали неактуальными. Мне больше всего понравился Интернет-экспорт. Знаете, что, кто когда-нибудь вообще рефортил какой-нибудь баговый облацовочный проект? Вот, вот, все остальные тоже рефортят, типа, они облацовочные проекты, это повышает карму, улучшает. Вот, я нашел багзилу Интернет-экспорера. Она есть, для нее нужно зарегать live-аккаунт, стать девелопером, девелопером подписаться на development building Интернет-экспорера, и тогда там разлучивается какая-то штука, где можно создать баг Интернет-экспорера. А то, что это... Нет, то, что не надо. Короче, баг был очень красивый, потому что имплементация Canvas и Интернет-экспорера была идеальна. Она, вот, полностью соответствовала всем спецификациям. Единственная проблема в нем была, что он перепутал кодировку и UTF-8 рисовал, кажется, по 15 статусе. Вот, ну, в общем, через год этот баг закрыли, как в OwnFix. Вот, 12-й год. Джорстон, он делает рефакторинги. Там хорошая команда его делает. Они все переписывают. В какой-то момент они решили все переписать в углу стрессовки. А что взять? Ну, понятное дело, что взять, нужно взять Moxessage. В итоге сейчас весь Джорстон, весь характер робота стихна, главный, Отлащ, как мы помним, был первым. Он рисует все свои телекарты с помощью Moxessage. Они описаны в исходниках Moxessage. Можно взять их и засунуть в любой из движков и получить такую же самую картинку, как в Джорстоне. Ну, с покрешностью, наверное, цитальной имплементации. Вот это, например, стиль маппника. То есть, вот там есть вкладка в Джорстоне, в которой можно скачать все стили, скачать все стили, которые каталогизировали разработчики Джорстона. И вот, например, можно просто включить векторный стиль, который полностью копирует стиль маппника какой-то версии. Ну, просто один раз сидит с конверцией. Это забавно, потому что вот я написал конвертор из Moxessage Mapnik. Был еще один конвертор из маппника в Moxessage. Как оказалось, что если их натравить друг на друга, они, в общем-то, тот же самый результат не дают. Но... Но похоже. Хотя можно комментарий? Да. В Джорстоне не только стиль, идем с помощью Moxessage. Потому что пару лет назад они переделали свою систему валидации. Проверили, что данный OpenStreetMap соответствует эталонным схемам. И они... Изначально это были все мои файлы большие, и они тоже думали... Даже не всем, это на Java просто все было написано. И они думали, какой бы скриптовый язык взять, чтобы было проще поддерживать. И их взгляд упал на их стиле. И, кажется, теперь это все у них тоже в Moxessage. Ну, на самом деле, да. Да, то есть в Moxessage он позволяет трансформировать любое представление карты в векторном виде в то представление, которое вам нужно. Если вы хотите определить эту табличку, то, в принципе, если вы пишете какую-то трансформацию, вы можете просто вместо того, чтобы сказать, что там использовать стандарты в Moxessage в Moxessage можно записать какие-то свои и сделать маппинг. Есть такой проект в Moxessage Кто-нибудь знает о нем? Кто-нибудь правил стилей в нем? Вот, хорошо. Я заранее извиняюсь. Тот же самый проект был допилен то есть был проект в Moxessage и в нем были стили карты со стилем карты там была проблема потому что в нем не было нормального редактора. это процесс выглядел как вот есть большая txt-шка в ней нужно что-то поправить. В этот формат этой txt-шки, как казалось, можно что-то сгенерить. И что можно сделать? Можно взять CSS и сгенерить из нее формат той самой txt-шки на очень новый килобайт. Вот туда был, собственно, добавлен рендер в Moxessage и в общем-то все получилось. До сих пор мы с людьми используем этот движок и иногда рад. В 2013 году этим всем движком воспользовался еще один человек Макс Васильев из Кировочвецка на chibetsk.net взял и нарисовал карту города, стилизовав ее под свой вкус на Moxessage использовав все те же самые технологии. Тут же можно видеть набор трансформаций, которые встроены, прошиты как after-stealing, потому что, например, данных не было такой штуки, как повернутые номера домов к улицам, но там просто одним флажком включалась вся логика, которая нидера была в поворот. там же есть склейка улиц, так чтобы название было цельное, даже если ваш проспект порезан на каждом сегменте, на каждой маленькой кусочке улиц, между каждыми поворотами. Мне кажется, получилось красиво. если вам не нравится, это все лежит на GitHub, вы можете это поправить и развернуться в себя, и это все, как показывает практика, работает, люди разбираются. прикол в чем, если у карты CSS существует ровно одна имплементация, имплементация в компании Mapbox, то у MapCSS вот столько, и еще сколько-то, мы их просто не знаем, ну то есть в какой-то момент оказывается, что JossMick и валидатор тоже работает на CSS. Из хайлайтов Jammap, это фреймверк для построения мобильных приложений. JossMick, Maps.me, это не фреймверк, но мобильные приложения для работы с картами. А оверпасс в каком месте? В оверпассе, ты можешь написать запрос к каким-нибудь объектам, вытащить эти объекты и после этого рисовать их на карте, стилизовав их нужной иконкой или нужным цветом, линией, нужным еще чем-нибудь. Там же есть весь то же самое в CSS, в каком-то таком простом виде. Что с crossgres следующая строчка? В CSS. там есть проблема в чем? Ты можешь, когда ты конвертируешь логику работы map.css в map.css тебе нужно, чтобы у тебя был какой-то движок, который будет выполнять процесс применения свойств. потому что map нету применения свойств. У него есть конкретный селектор, который прямо в прямой соответствует хешмап, по сути. Тебе нужно, чтобы кто-то зненерил хешмап до тебя. Ты можешь его либо зненерить на стороне базы данных, как делают в CSS. Либо, как map делает, можно сделать очень большой стиль map, которому это все будет сразу развернут. Галилео. Это вот еще один... Все знаете, в каком городе начался map.css вязни? В каком? Вот. Прикол в чем? В городе Минске у нас начался map.css начался Галилео. Еще одни мобильные карты. И в основном. Да, собственно. Так получилось, что у нас как бы столица брендинга карт. Там тоже движок. Он тоже работает на map.css, причем в отличие от maps.me, в котором map.css работает только у меня компиляция и собственно самого стиля. Там он работает прямо на устройстве. То есть в фреймверк можно прямо запихать ту CSS-ку, которая вам нравится, и прямо на лиду ее менять, сервера скачать, дать текстбокс пользователю. И ну, то есть как вы это примените, это уже ваша забота, но вы можете прямо вот это вот сделать, поменять CSS-ку, получить совершенно новую карту. Ну, естественно, операции можно делать только над тем, что осталось. Поддержайте. в 2016-м году компания Modbox решила закрыть проект как CSS. Ну, в общем, так, это кто-то один остался. Что? В режиме совместимости и legacy да, ничего нового на этом больше не делается, и вот тот единственный движок, он заброшен. Почему он заброшен, собственно? Вместо того, чтобы взять простой язык, простую семантику на CSS, ну, а-ля ModCSS, то есть простой селектор, простые правила, простое накладывание в хешмар, они взяли при процессор лес и прикрутили его поверх еще движка своего CSS-ного. И оказалось, что синтаксис лес может сделать только лес. И если ты хочешь запустить не на это, на мобильном устройстве, то ты не можешь штуку работающую в написанном на JS запустить внутри, ну, качественно и хорошо запустить внутри iOS-ного мобильного приложения. Ну, так просто не получается консольную тулзу там допускать. В итоге второй имплементации никогда не последовало, и первая имплементация была стихотечна. Все, вопрос? Я буду голосом тех, кто смотрит нас удаленно. Вопрос от Владимира Елистрактова. Чем в map CSS лучшая карта? Он жив. Ну, в общем-то, да. Ну, собственно. Он жив. В общем-то, да. Еще мне нет других. Есть много ответов, почему он хуже. Да я не буду их перевозить, потому что я полезу в map CSS. А когда основной стиль в map перейдет на map CSS? Знаешь, тут хороший вопрос. То есть, у нас сейчас есть следующая информация вот hd-vector-maps как называет это mapbox или mapbox-vector-tiles3 в которой то есть, основная причина почему сейчас нельзя делать вектор ну, векторный движок от весов. Итак, map-ник, который есть на главном сайте не билет никогда, потому что он уже, ну типа, заморожен, и то комьюнити, оно будет заниматься им до конца. Может появиться что-то новое? Что-то новое что может появиться? Сейчас есть какое-то требование ну, к миру, о том, что давайте реаблить карты на OpenGL в браузере красиво. Это нельзя сделать на вторых mapbox-vector-tiles3 потому что в них ну, они просто логически не совместимы с моделью map-css3 они не совместимы с моделью той, которую придумал mapbox. Есть надежда что в третьем mapbox-vector-tiles3 они починят это несоответствие и это будет туда можно будет положить просто один слой в котором будет все и дальше вот оттуда можно будет выгребать все селекторы. как только это произойдет как бы мы дописываем еще один аутбук-vector-tiles3 и все сейчас туда тоже можно один слой положить с мультигеометрией как бы айпай один слой с точками линиями реван и нечетким списком тегов давай попробуем давай попробуем давай попробуем коротенько ты упомянул что на главне маппника все заморожено а они основной стилевой файл переписали на карте css и потом его процессе перегоняют да ну то есть он написан на карте карта больше не обновляется ничего нового в нем происходить не будет фичей в маппник скорее всего добавляться больше не будет потому что мобокс на нем слабо сказать что карта окончательная умер а его еще поддерживать в директивном состоянии хотя бы на главной высоте ну так да то есть ну как бы вопутсорсе ничего не умирает то есть чтобы что-то умерло вопутсорсе а тут должны уйти все разработчики вот например из проекта ну ушли все разработчики меня назначили с этим мейн-тренером в проекте TRMU если кто-то хочет как как стать мейн-тренером проекта TRMU ты просто отписываешься в третьем баре о том что что-то не работает не так тебе говорят вот тебе комментайз я пошел да если хочешь сделать лучше вот давай делай лучше как бы с PASGIS'ом так прокатило теперь я как бы активно пишу PASGIS а вот TRMU он так не прокатило я активно не пишу TRMU но если вы вдруг захотите написать что-нибудь в TRMU подпишите я как бы что-нибудь смягиваю вот слушай а чем лучше а чем вот продолжаю вопрос чем лучше мапбокссс мапбоксс тайлспека на векторный тайл мапбокссс тайлспека она написана в державу мет только мапбоксс тайл на векторный тайл соответственно поверх всего остального она не работает то есть есть дженерик модель данных в которой ты условно можешь взять релэйшн дать точку и спросить а в какие релэйшн она входит в модели данных векторных тайлов этих данных уже нет то есть считается что это должно быть проражено в них на этапе генерации но сейчас нет ничего чтобы их так их прожигало ну то есть кроме там руками написано вопрос последний вопрос у меня такой вопрос может ты знаешь редактор id у него на чем в принципе рендеринг векторный эффект на d3.js ну да я помню что в первых конкарнациях его был в нем использовался тоже но в какой-то момент они ушли от этого потому что они захотели еще больше перформанс потому что если ты условно написал свой стиль на чистом джаваскрипте быстрее уже сложно так он жив сделано неоднозначно, там еще какие-то вещи будут неоднозначны. Сейчас спека готова и работает. Ну, то есть они написали много имплементаций и, в общем-то, эти имплементации до какой-то степени друг в другом совместимы. Дальше весь вопрос только в том, вот смотри, были браузеры, были вольны браузеры. И все воевали за то, чтобы все браузеры рисовали все одинаково. Там тусовки веб-стендерс появлялись, и они давили на всех, чтобы все делали все одинаково, и стандарты этого не были. Количество картографов, оно просто меньше, и как бы все пилят, условно, не стиль карты, которых они хотят видеть и в Garmin, и в Maps.me, и в Navi Daily, там еще где-нибудь. Все пилят стиль карты для своей компании, которую они хотят видеть только у себя. Поэтому там есть очень много таких ответвлений, которые пока кажутся импешными. В принципе, ничего не мешает инициативной группе собраться и сказать, а давайте-ка мы сделаем так, чтобы у нас был mocksss0.3 или 1.0, если очень инициативная группа будет, в котором будет еще какие-то проблемы, либо будет сказано, что вот это нужно сделать обязательно, чтобы сказать, что ты compliant, а вот это необязательно. Потому что сейчас, условно, почти вся спектра необязательна. Ну, что позволяет писать довольно легкие имплементации. То есть, например, нам есть язык выражений. Мы когда придумали язык этих выражений, мы специально оставили из него такое помножество, чтобы можно было взять любой язык программирования, на который мы дотянулись, просто сделать eval. Ну, как бы, логично. Первая имплементация, и это дало очень большой boost, потому что очень много unsafe имплементаций в mcss писались, ну, там, в 5-6 строчек. Ты берешь, там, JS, делаешь eval этого выражения и получаешь JS-ный код. Либо ты берешь, там, tick, и на tick ты это делаешь. Либо это делаешь, ну, на бетоне, да. И, в общем-то, это, ну, это, вот, общая подможество языков. Поэтому это получилось. Наверное, есть какие-то следующие шаги, которые помогут сделать это лучше. Если они кому-то нужны, могут делать это. Большое спасибо, Трофей.